Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! У нас сегодня мукбанг с роллами и с бигбоном. Вот такой вот он аппетитный и горячий. И давайте приступим. Я обожаю роллы Макати Бигбон. Это получается невероятно вкусно. Кстати, пишите в комментариях, как вам мой макияж. Это тональный, который у меня уже залежался. Я его покупала полтора года назад. И я решила использовать тональные по мере их покупки. То есть взять самые старые, начать пользоваться ими, заканчивать. И потом потихоньку-потихоньку заканчивать всю свою коллекцию. Потому что сроки поджимают. Мне почему-то кажется, что с этим тоном у меня лицо как будто плоское. А что ж там, некоторые тональные, которые я купила, я еще даже не открыла. Потому что после вскрытия в течение там 16 или сколько месяцев нужно использовать. Два тональных мне пришлось вообще выбросить, потому что срок годности истек. Я понимаю, что это безумно нелогично покупать так много. Просто оставлять, просто на запас. Потому что даже вкусы меняются. То есть раньше мне нравился один тон, потом я попробовала другой. Я поняла, что вот эти вот корейские тональные, они просто идеальны. И уже мне, например, буржуа не нравится. А буржуа я купила три штуки на запас, чтобы было и просто лежит это все дело. Нужно хоть кому-то отдать. Или помады. Но помады, если честно, если я вижу, что там текстура не меняется. Или, например, тени. Я вижу, что все то же самое. Я как бы продолжаю пользоваться и через год. Но тональные, так как у меня проблемная кожа, вы знаете, что я долго лечила свою кожу. Сейчас тоже она не в идеальном состоянии. Поэтому я стараюсь как бы ухаживать за ней правильно. Особенно последний мой корейский уход. Это просто нечто. Я вам в инстаграме показывала. В ютубе тоже, по-моему, показывала. Не знаю, вам слышно или нет, твиксик ноет, хочется идти. Вы не представляете, девочки, как он меня достал. Я не знаю, что с ним произошло. Но каждое утро, в 6 часов утра, он мяукает и просится ко мне в комнату. Я, естественно, открываю дверь. У меня есть такой фетиш. Я люблю, когда в моей комнате дверь закрыта. Если даже я сижу в этой комнате, рисую или в своей комнате, где я сплю, для меня очень важно, чтобы дверь была закрыта. Когда дверь открыта, я себя чувствую очень некомфортно. В любом помещении я люблю закрывать дверь, если она имеется. В общем, котик заходит. Он зашел, я легла спать. Потом он просится на балкон. Я выпускаю его на балкон. Проходит буквально, не знаю, 5 минут на балконе. Он начинает мяукать, что я хочу зайти обратно. Я его впускаю обратно. Потом он мяукает, что хочет выйти из моей комнаты. Потом опять зайти. Вот сегодня я посчитала. Я 7 раз встала, чтобы ему открыть, закрыть, открыть, закрыть дверь. Я не понимаю, что он хочет. Дверь в свою комнату я могу оставить открытой. Но дверь на балкон в такой холодной я не могу оставить открытой. Решила загуглить, посмотреть. Потому что у него реально неадекватное поведение. Я не понимаю, чего он хочет. Каждый день в 5 утра, если даже дверь в мою комнату открыта, он просто подходит ко мне и начинает мяукать. Я смотрю, у него корм есть. Туалет рядом. Все отлично. Чего ему не хватает? Почему он мяукает? Я, честно, понять не могу. Посмотрела в интернете. Не знаю, насколько это правда. Ну, там написано, что котик просто видит духов. И в этот момент просто хочет предупредить хозяина, почему это происходит каждый день в 5 утра. Вообще, кошка, любое домашнее животное, это большая ответственность, ребят. Болеет ваше домашнее животное. Не знаю. Крыша поехала, еще что-то. Все должно быть рядом. И поэтому, прежде чем взять животное с улицы, обязательно подумайте, сможете ли вы все это делать. Я ни в коем случае не жалею, не подумайте. Просто я, например, хотела взять еще одного котенка с улицы. А сейчас я понимаю, что я просто не потяну. Не потяну в том плане, что, например, Твиксик болеет. Представьте, еще будет болеть еще один кот. Что-то произойдет с ним. И морально это тоже очень сложно. Вообще, я не представляю, что в какой-то момент жизни, например, Твиксику будет 15 лет, и он уйдет в мир иной. Я просто не представляю, как я это переживу. То есть, это такая, знаете, прям связь между животным и хозяином. Дело даже не в том, что, например, котенок там где-то что-то портит, рвет обои и так далее. Волосы по всей квартире. Это все, конечно, мелочи. Просто вот эта вот моральная привязка к животному, у меня она вообще на максимальном уровне. Я реально считаю его, как бы это глупо не звучало, своим сыном. Вот реально. У меня такое ощущение, что это мой сын. И у него не было никогда других родителей помимо меня. В 5-6 я просыпаюсь, вожусь Твиксом. Я чувствую, что животное что-то мне хочет сказать утром в 5, каждый день. Но так как мы с ним говорим на разных языках, мы друг друга не понимаем. Я ему кладу покушать. Я его отправляю в туалет. Но он мне объясняет, что нет, я хочу тебе сказать другое. Он берет вот так вот лапкой на меня кладет и такой мяу-мяу-мяу. Как будто он что-то видит и хочет мне это сказать. На самом деле мои слова звучат как-то жутко. И возможно в какой-то степени как будто я это придумала. Но нет. Возможно, среди моих подписчиков есть люди, которые тоже сталкивались с подобной проблемой. У кого есть домашнее животное, отпишитесь, пожалуйста, что это вообще может значить. Я вот прям чувствую, что мне что-то хочет сказать. Возможно, вам покажется это ерундой. Но я верю в то, что домашние животные, они обладают чувствами больше, чем мы. И запах они чувствуют лучше, и зрение у них лучше. Возможно, какие-то вещи, которые не видим мы, видят они, и они пытаются нам что-то сказать. Просто не могут это сделать. Недавно, когда я болела, мама делала мне массаж. Причем в такой грубой форме, со спиртом. И вы бы видели реакцию ДХ, это надо заснять. Наверное, Твикс подумал, что мама меня избивает, и мне нужна помощь. Вы бы видели его реакцию. Он сразу прибежал, стоял рядом. Вот так вот лапкой на меня, и начал мяукать на маму. И вот каждое утро он просыпается ровно в шесть. И вот мяукает, мяукает, что-то хочет сказать. У него вот такая вот паника. Возможно, у животных, так же, как и у людей, есть какие-то психологические травмы. Когда я об этом говорю, мама начинает, хватит, достала ты уже. Но я не уверена, что есть специалисты, которые занимаются психиатрией домашних животных. Тем более в Азербайджане, я думаю, это просто невозможно найти. Поэтому это из ряда фантастики. Надо как-нибудь вам заснять. Если вам интересно, я могу заснять. Просто это происходит не в течение, например, пяти минут. Если в течение пяти минут это все бы происходило, я бы вам отсняла. Но просто дело в том, что это все происходит в течение часа. То есть я его впускаю и в туалет. Я ему даю и покушать. И все, но все равно он не успокаивается. Он все мяукает, мяукает, что-то хочет сказать. Он как будто что-то видит. В общем, не знаю, мне от этого как-то не очень. Моя цель вам рассказать об этом. Возможно, вы знаете больше, чем я. Я в свою очередь стараюсь делать все, чтобы ему было комфортно. Регулярно водить к врачу. Недавно мы перешли на самый дорогой корм, который есть. Создаю ему благоприятные условия и так далее. Некоторые мне пишут, что с котиком еще надо гулять. Но для моего котика это просто огромный стресс. Он похож на свою хозяйку. Мы любим сидеть дома. Поэтому как-то так. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Роллы были очень вкусные. Особенно, когда макаешь. Я совсем забыла про это. Совсем забыла. Всех люблю. С вами была Айка. Пока. Кстати, совсем забыла сказать. Обязательно подписывайтесь. Спасибо. Спасибо.